Здравствуйте! Сегодня хочу рассмотреть тему как быстро можно приготовить кашу из пшена для подконкой рыбы на кормушку Итак, берем пропорции Кружки эти одинаковые Одна полная кружка примерно воды и пол кружечки пшена Зажигаем газ Ставим посуду и наливаем сюда воду Добавляем больше пламени, чтобы было Как вода закипит, потом опускаем пшено Смотрим по времени заодно и по времени будем корректировать сколько это будет готовиться и какая получится из этого каша Закипела вода и высыпаем пшено Ложкой помешаем сразу Закрываем плотно крышкой, чтобы оно закипело Как закипит пшено, потом убавляем газ Около 5 минут будет кипеть пшено Закипело пшено Убавляем пламя И в таком состоянии еще доводим его Пока вода вся уйдет из данной посуды Прошло где-то 4-5 минут после того, как каша закипела И давайте посмотрим, как выглядит данная каша в это время Вода должна вся выкипеть перед дровом Вот такое состояние каши должно здесь быть Все Такое состояние Воды здесь нет, можно сказать Теперь это все закрываем И оставляем так, пусть она распаривается сама по себе Больше ничего не делаем Выключаем пламя здесь Все выключили И потом посмотрим, какая получится каша После того, как она распарится А теперь давайте посмотрим, как выглядит данное пшено Распарилось оно или нет Прошло вот маленечко времени Давайте поближе глянем, как оно выглядит Вот И смотрим Вот берем ложку, потому что горят еще Видим, как оно распарено Все рассыпается Ну попробуем какой даже Видим, какое рассыпается оно Не надо промывать Ничего-то, многие советуют промывать Не надо ничего промывать Все нормально Пересыпаем посуду Чтоб герметично еще было закрыто И едем на рыбалку Для хорошего шлейфа можно сюда добавить Или сухари Но я в данном случае добавляю сюда жмых От переработки подсолнуха Теперь буду приготовить подкормочную смесь для рыбы Вот этот сухой жмых меня Вот сколько А это каша, которая распарилась Вот видим, какая рассыпчастая Беру Каких пропорций В среднем где-то каши две порции А жмыха одна порция Теперь этот жмых я заливаю водой И даю ему где-то так настояться минут 10 Чтобы он был не жидкий и не густой Средний Чтобы смесь у нас получилась рассыпчастая Прошло где-то около 10 минут И теперь буду делать прикормочный замес для рыбы Высыпаю сюда пшено А, давайте посмотрим Как выглядит у нас жмых Вот жмых какой он Густой Но каша его раздробит Можно с планировочными сухарями это добавлять Ну а я сожмых Все высыпаю эту кашу И теперь все тщательно перемешиваю Вот такая у нас получилась Прикормочная смесь для рыб Наливаем ее в кормушку И делаем заврос И пусть рыба у всех ловится Кто желает получать известие О добавленных мною новых Интересных и полезных видео То подписываемся на мой канал Всем желаю уловистой рыбалки Всего доброго До свидания